В последние десятилетия можно чётко проследить тенденцию стремительного развития во всех сферах человеческой деятельности. Не является исключением грузовой и пассажирский транспорт. Добро пожаловать на канал Парадоксы. Сегодня вы увидите пять впечатляющих грузовиков и автобусов будущего. ИВЕКО Z-TRACK На 66-й международной выставке коммерческого транспорта IAA в Ганновере компания ИВЕКО показала концепт магистрального тягача будущего ИВЕКО Z-TRACK. Автомобиль привлекает внимание смелыми очертаниями кузова. Ещё больше эмоций дарит футуристический интерьер с многофункциональным рулём в форме штурвала. Интерактивным дисплеем вместо привычной приборной панели, отсутствием каких-либо кнопок и панорамным зеркалом заднего вида, функцию которого взял на себя цифровой экран. Концепты забилуют передовыми технологиями, 29 из которых уже защищены патентами. По задумке инженеров, Z-TRACK должен работать исключительно на биометане, хотя для его заправки подойдёт и обычный сжиженный газ. Расчётный запас хода впечатляет – почти 2200 км. Двигатель, выдающий 400 л.с. и 2000 ньютон-метров крутящего момента, функционирует в паре с 16-ступенчатой роботизированной коробкой передач PowerShift. Дополнительную экономию обеспечивает масло Petronas Urania со сверхнизкой вязкостью и инновационные шины Michelin X-Line Energy, позволяющие сэкономить до 1 литра топлива на 100 км благодаря сниженному сопротивлению качению. Выхлопные газы преобразуются в полезную тепловую энергию. Завершают высокотехнологичный образ тягача топливные баки от САК с применением многослойной теплоизоляции. Именно они наделяют тягач рекордной дальностью хода. За поведением автомобиля на дороге постоянно следит автоматика. Тем самым ИВЕКО намекает на то, что в будущем привычные для нас дальнобойщики переквалифицируются в бортовых логистических операторов и смогут сконцентрироваться на планировании маршрута, передав водительские полномочия умной электроники. Mercedes-Benz Future Bus Автобус построен на платформе на выпускающейся модели Цитаро, но отличается он от неё разительно. Внешность концептуального автобуса абсолютно индивидуальна, а салон вовсе не похож на привычный салон пусть и европейского, но автобуса. Конечно, пассажировместимостью он похвастать не может из-за малого количества сидений, зато действительно комфортен, лёгок, светел и воздушен. С двумя 43-дюймовыми информационными мониторами, беспроводными зарядными устройствами для мобильных устройств и удобным входом через широченный проём посередине. Главным же технологическим новшеством является система полуавтопилота – CT-Pilot. Дорожную обстановку она отслеживает при помощи множества камер и радаров, а также заглядывает в шпаргалку GPS, видеть препятствия пешеходов и останавливаться перед ними, а также на остановочных пунктах, где машина сама откроет двери. Максимальная скорость при активации CT-Pilot не должна превышать 70 км в час, но для города этого более чем достаточно. В том числе для скоростных маршрутов. Именно для последних, обозначаемых аббревиатурой BRT – Bus Rapid Transit, по мнению мерседесовцев, система CT-Pilot и подходит наилучшим образом. Что попытались доказать во время недавней живой премьеры концепта Future Bus в Амстердаме. Между столицей Нидерландов, аэропортом Шипхоль и городком Харлем проложен самый длинный в Европе BRT маршрут протяженностью 37,8 км. Его 19-километровый отрезок с 11 остановками Mercedes-Benz Future Bus и преодолел. Freightliner Inspiration Track Inspiration Track создан на основе серийной модели Freightliner Cascadia. Сохранив практически всю техническую начинку, Inspiration Track получил более эффектный дизайн и, самое главное, систему автономного вождения Highway Pilot, включающую передний радар, стереокамеру, адаптивный круиз-контроль и активную тормозную систему. Highway Pilot не заменяет водителя грузовика, но существенно облегчает ему жизнь. После того, как Inspiration Track покинет оживленные городские улицы, водитель может задействовать Highway Pilot. Ориентируясь на данные радары и стереокамеры, которые фиксируют поведение других автомобилей, дорожные знаки и линии разметки, система автоматически поддерживает скорость потока. Она может ускорять и замедлять грузовик, когда это необходимо – подруливать на изгибах шоссе или работать в режиме старт-стоп в пробке. Система не запрограммирована совершать обгоны или менять рядность, так что абсолютного релакса у дальнобойщика не выйдет. Тем не менее, она разгружает водителя в самых утомительных и монотонных режимах езды, позволяя отвлечься, почитать, перекусить и таким образом восстановить силы. Владельцы транспортных компаний оценят возможность сэкономить до 5% топлива благодаря специальным алгоритмам работы Highway Pilot. На сегодня Freightliner Inspiration Track допущен к эксплуатации на дорогах штата Невада. Для того, чтобы получить такую лицензию, грузовик подвергли серии всесторонних тестов, включающей и заезд на 16 тысяч километров на треке в немецком Паппенбурге. Транзит-элевейтед-басс В Китае прошли испытания так называемого портального или надземного автобуса TEB-1, конструкция которого позволяет проезжать по одним другому автотранспорту. Испытания нового транспортного средства, уже получившего название «Транспорт будущего», прошли в городе Циньхуандау в провинции Хэбэй. Длина автобуса составляет 22 метра, ширина 7,8 метра, высота 4,8 метра. Конструкция автобуса позволяет ему двигаться на двух опорах по краям, для которых на дороге проложены специальные рельсы. Ширина автобуса позволяет другим транспортным средствам проезжать под ним по двум полосам, поэтому он не создает пробок на городских улицах. Сообщается, что автобус TEB-1 может вместить до 300 пассажиров. По замыслу разработчиков, такой транспорт позволит снизить транспортную нагрузку на дороге, не уменьшая пассажиропоток. Ранее некоторые эксперты высказывали предположение, что подобная конструкция пассажирского транспорта может быть опасной для его пассажиров. В частности, они ставили под сомнение безопасность автобуса в случае крупной автомобильной аварии непосредственно под ним или столкновения машины с одной из его опор. Кроме того, опасность могут представлять грузовые машины с высокими прицепами. Mercedes-Benz Future Truck 2025 Грузовое подразделение концерта Daimler представило концептуальный грузовик под названием Future Truck 2025. Новинка получила множество продвинутых электронных систем, самый впечатляющий из которых можно назвать систему автономного управления. В Mercedes отметили, что дизайн прототипа дает представление о внешности будущих грузовиков марки. Кроме того, одной из особенностей концепта стало оформление передней части кабины. Множество светодиодных фонарей, меняющих цвет в зависимости от режима работы автомобиля. Так, голубая подсветка включается в тот момент, когда машина управляется электроникой, а белая обозначает, что грузовик ведет человек. В состав системы автопилота входят специальные радары, сканирующие пространство перед автомобилем. Один на 18 градусов и 250 метров вперед, другой на 120 градусов и 70 метров. Система Highway Pilot может избавить водителя от необходимости тщательно контролировать поведение грузовика на скоростях до 85 км в час. Ее создатели утверждают, что грузовой автопилот уже прошел испытания в полностью реалистичных дорожных ситуациях. Камера может распознавать одно- или двухполосные дороги, стационарные или движущиеся объекты, пешеходов, а также способна считывать информацию с дорожных указателей. Электроника распознает объекты в мертвой зоне на всей протяженности фуры, также предупреждая водителя о возможности столкновения с объектами при маневрировании на небольших скоростях, например, со столбиками на парковках или дорожными знаками. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры, которые выводят изображение на вертикальные экраны. Помимо этого, электроника грузовика может общаться с другими машинами на дороге и объектами инфраструктуры. Это позволяет водителю заранее узнать о дорожных затруднениях на маршруте впереди. Как уверены в Mercedes-Benz, к 2025 году объемы грузовых автоперевозок на территории ЕС вырастут минимум на 20%. Поэтому производитель уже сейчас задумывается о создании более безопасных и экономичных транспортных средств. На этом все, друзья. Если вам было интересно, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями.